Мне интересно, ну как бы я понимаю, что такое Путин, мне интересно технологически, как это сделано. Вот я же тогда помнишь, приводил эту цитату Джордана Бруно, рассказывал о том, что создание фантазмов и с помощью фантазма управление энергией, ну базовой энергией жизни. Вот он пример. Потому что то, что говорит Путин, это чистой воды фантазм. Это не любой человек, который как бы с разных сторон смотрит ситуацию, это понятно, что это бред. Но внутри, когда я вхожу в эту позицию, это сладко звучит. Это звучит красиво. И почему получается, там же сидят люди умные, в России есть люди с высшим образованием, они это слушают без критического мышления. То есть мышление отключено. Почему? Потому что они любят. Они восхищаются, любят. А когда ты любишь, ты же не критикуешь. А смотри, они же восхищаются и любят по-сектантски абсолютно. То есть у них даже, я помню, часто вот в сленге, в таком... Хорошо, я спрошу метафору. Подожди, подожди, подожди. Не в публицистическом, но они часто использовали в отношении Путина термин темнейший. Ты помнишь, Юра? Они его часто называют темнейший. Но это отдельные эти группы, у которых темная тема, она как бы типа светлая. Доминирует. Да, она все наоборот. Я тебе хочу сказать, смотри, пример. Опять, не патриотично буду говорить сейчас. А сектанты Петра Алексеевича чем отличаются? Ничем. Ну, это все истинно верующие. Это, да, истинно верующие, они есть в любой идеологии, в любой системе. Это не касается идеологии как такой. Это чисто вопрос такой политической психопатологии, которую элементарно можно управлять и сделать это таким очень мощным системным элементом. То есть есть основа, ядро, которую ты не собьешь. Это можно к любому лидеру, то есть любой лидер эту систему может сделать. Я сейчас к вопросу о технологичности, о понимании, как это все управляется. То есть он затягивает на себя любовь, Путин. И смотри, это вот когда Олег это говорил, я вот все время эту книжку вспоминаю, я там привожу пример. Она в 96-м году была издана. Ну, это уже такая библиографическая редкость. Вот перевод книги Роберта Герстштейна «Война, которую выиграл Гитлер». Вот я сейчас ссылочку кину вам. А пропагандистская? Да, то есть пропагандистская война, которую полностью выигрывает. То есть Германия проигрывает там все на своих фронтах, как бы там, да, постоянно уменьшается, уменьшается территория, которую она контролирует. Ну, Гитлер и Геббельс, вот как раз ту речь Геббельса в 43-м году, которую вспоминал Олег, они абсолютно дальше контролировали, наверное, свой народ, потому что они держали в фокусе внимания, говорили, что мы движемся в правильном направлении. Ну, каналы коммуникации будешь ограничены. Я смотрю, я это подошел. Это еще, понимаешь, это значит еще. Здесь такая же история. Хотя, в России получается, если это, да, чтобы быть честным, сразу скажу, эту ссылку я у Владимира Сусова увидел там в фейсбуке. Значит, что в России происходит? Они не закрывали каналы коммуникации с иными, то есть любой россиянин спокойно выходит, может выйти в свободную прессу, но не выходит туда. То есть самоконтроль. Нет, ты знаешь, они выходят, но у них уже распространение. Такая мощная идеологическая установка идет. Вот как Юг Юрия пришли, ох, вы такие придурки, вы ничего не понимаете. Вот так вот они выходят. Мы на севере живем. Кроме тех, ну, я знаю, как бы там в свое время родственники там или знакомые какие-то, которые в России жили, я им говорю, а чего вы за границу не едете? Живете там на севере или на юге, я не знаю, за границу еще не едете. Ну, вы что там, не можете в Польшу съездить или в Хорватию, у вас же деньги позволяют. То есть это такой вот путинский средний класс в свое время, который появился, когда зарплаты там из-за нефтедоллара в это всего подскочили. Они говорят, а зачем? Зачем нам ехать? Ну, мы и так все знаем. Телевизор все показывает. Мы и так все знаем. Что нам там видеть? Нам это не надо. Понимаешь? И это не вопрос возможности. Возможности есть. Это вопрос выбора. Точно так же, как и у людей, которые в Украине сегодня живут там и где-нибудь там в Северодонецке или в Херсоне. В Бахмуте. В Бахмуте сливают данные. Да и просто живут. Не, не, подожди. Сливают данные русским? Это же удивление. Нужно же говорить. Ну, вот, кстати, попробую. Что заставляет их делать? То есть когда прилетели уже бомбы в твой город, погибли твои друзья, знакомые какие-то. Так, это же вот психопатология. То есть вот на примере России видно следующее. Средства, каналы доступа к информации не перекрыты. Цензуры нет. В чем мощь вот этих управления фантазмами? Создается такое состояние сознания, настрой, в котором оно не прошибаемо ни для чего. То есть даже если человек, там в следующем моменте, даже если человек соприкоснется с неприятной информацией, я как лидер уверен, что он ее проинтерпретирует правильным образом. Он сам это сделает. То есть у каждого в голове сидит Путин. Это вот эта мощь политтехнологии, технологии, связанные с управлением массовым сознанием, создается, моделируется таким образом сознание, что оно уже само обрабатывает любую информацию так, как ему выгодно, так, как ему нужно. Я помню, где-то в восьмом классе учился. Я ждал, что Советский Союз самый лучший в мире страна, где свободно живет человек. Приходит мой одноклассник, как сейчас помню, Олег Скрипников, говорит, слушай, я там BBC слушал? В смысле BBC слушал? Ну на BBC там говорят, зачем ты слушаешь BBC? Ну там такое, всякое. Ты что, с ума сошел? У нас самая лучшая страна. Я на полной, ну искренне говорил это. Я возмущение был, как ты слушаешь BBC? Это же враги. То есть ты ватник со стажем, на самом деле. Нет, я же не был ватник, я же был советским школьником. Пионером я был, комсомольцем. Комсомольцем был. То есть я тогда, я как бы, а потом мне, значит, муж сестры как-то так соблазнил слушать BBC, себе в Новгородцевой, «Голос Америки», там рок-передача была. Я тут начал меняться, а потом задним числом понимаешь, что вот эти передачи, они играли пропагандистскую роль такую, да, то есть разрушался образ какого-то страшного Запада и так далее. Но моя система, вот как воспитанная, как пионера, то есть мне говорят, я говорю, это враги, а раз враги, они врут. Конечно. Все. И вот как они врут. И вот как они врут. Ты все время посмотри, как они тебя... То есть правильно организованное сознание манипулятором, оно работает как бункер. У них же одна из известных таких популярных книг, по-моему, Леонти, в этот их журналист. «Крепость Россия». Там же эта вся идея описана. Россия-крепость, вокруг зловредный Запад, и мы сидим в крепости. Советская песня «Вихри враждебные воют над нами». Бой роковой, один в один. Мы ступили с врагами, да? Ну, им же надо было оправдывать железный занавес как-то. Вот они его красиво оправдали. Они его создавали, вот сейчас Путин ведь что сделает? Он закрывает Россию вот этими всями речами, он же ее закрывает, переводит во внутренний план. Все, война вокруг, а мы внутри строим благополучие. Это антифултонская речь, как бы, да? Наверное. Вот помнишь, когда Черчилль на Фултонскую речь сказал, что железный занавес опускается от Эльбы до Дуная, куда там еще, до Адриатики. От Эльбы до Адриатики, да. А сейчас Путин же уже, по сути, говорит о том, что железный занавес опускается. Это они его опустили, а не мы. А у нас тут внутри так комфортно. У нас там комфортно, но если они подойдут ближе, мы ударим дальше. То есть не бойтесь, мы все под контролем. А что касается Бахмута, смотри, берем российскую пропаганду, украинскую пропаганду. Житель Бахмута, он слушает Путина. Что Путин говорит? О том, что он построит и создаст в этих регионах. Школы, дороги, супермаркеты, что там еще? Короче, дофига все сделает. Что обещает украинская пропаганда жителям Бахмута, которые не являются, у которых такая смутная идентичность? Ее нет. Что обещает украинская пропаганда? Что вы вернетесь на родину. Теперь житель Бахмута, условного, у которого все порушено. Ты имеешь в виду из этого сегмента пол-ватника или ватника такого? Ну там значительно, смотри, тут такой тонкий момент, когда с одной стороны мы их называем ватниками, и это как бы о чем-то говорит, а с другой стороны хотелось бы спросить, а что государство Украина сделало за 30 лет, чтобы те, которые называют ватниками, были украинскими гражданами? Ну, это же Путин... Это же подожди, это же тот же самый выбор, про который Юра говорит, который делают российские граждане, украинские граждане делают тоже обживые. Российские граждане никого выбора не делают. Как не делают? Они делают выбор не ехать в Европу, потому что. Да, это иллюзия выбора. То есть он не может сделать выбор, потому что его полный... Помнишь, опять же, когда про Бруна говорили, что люди ничего не выбирают. Это небольшая часть людей может делать выборы. Значительная часть людей манипулируема. Когда он говорит, зачем мне ехать, это не в смысле его выбора. У него нет выбора, он его не делал. Чтобы сделать выбор, надо поехать, посмотреть и как-то... Это просто продолжение вот этого, как у Орла эти динамики в голове подсказывают тебе, как правильно думать. А что там думать? Вот я когда... Я в Индии ни разу не был. Все говорят, классно, а у меня в Индии, значит, это грязь, грязь, грязь и грязь. Думаю, что мне туда ехать, в грязь? Только я же свою грязь не хочу ехать, потому что у меня фантазия такая. А другие люди, те, кого я слушаю, они ехали по каким-то таким маршрутам, у них все было красиво. То есть это не их выбор совершенно. Подожди, так я не понял, то в Индии было или не было? Не было. Мне это не смущает никак там, но думаю, может быть, преодолею образ грязи и поеду. Придется. Придется. Не, я не против, просто я говорю как факт, да, то есть я себя ловлю на этом. А у россиянина, как бы, таким же грязным является Европа. Вы же слышали, что они поощряют педофилию. Это Путин там сказал, то есть не просто ЛБГТ, а педофилию, и делают это нормальным, и законом защищают. Представляешь, вот сидит россиянин, это куда мне поехать? Вот это смотреть, как там детей трахают прямо на улицах. Я же нормальный человек. Тут нормальные люди, сядем с соседями, выпьем.